Приветствую вас и вот вы пишите о том, что есть люди и вы с ними постоянно сталкиваетесь, которые постоянно со временем хотят осуждать и поучать. Игнорирование, как вы правильно заметили, здесь помогать далеко не всегда, потому что рано или поздно такие вот люди пробивают, так сказать, защиту и начинают вас задевать. Ну вот, собственно, именно в том, что они вас задевают и именно в том, что они пробивают вашу защиту и есть, собственно, проблема. Давайте попробуем оба эти аспекта разобрать, чтобы все-таки получше понимать причину, по которым так происходит. Значит, почему люди вас задевают? Вот почему они вообще, так сказать, пробивают, да, и вас игнорят? Вот вы пишите, что вы не обращаете на них внимания, не обращаете, не обращаете, не обращаете, а потом раз, и вы как будто бы проигрываете, и вы как будто бы сдаетесь под их натистом, и они начинают на вас влиять. Что же происходит? А почему они задевают вас? Вот на этот вопрос нужно ответить. Вопрос на самом деле довольно сложный, потому что вы ведь понимаете, что если это люди, не важно чьим, каким, не важно какими словами, если люди вас задевают, значит, то, что они говорят, находит отклик у вас самой. Если нас что-то обижает, если у нас что-то в словах других людей выдывает негативные переживания, то это, как правило, обнушает, что, ну, в какой-то области, в какой-то церкви, то, что нам сказали, то, что нам выявили, то, что до нас донесли, нас задело. Что-то вступило в некое созвучие с тем, что мы сами о себе думали. Мы сами о себе сомневались. Ну, например, а если человек говорит вам, что, вот, осуждает вас, а если человек говорит вам, что вот вы в чем-то неправы, то по какой причине он вообще говоря может вас задеть? Ну, понятно, что только по той причине, если вы сами считаете, что он прав, этот человек, что он в чем-то может быть прав, обновительно того, что он говорит. И тогда самое верное средство для того, чтобы не позволять такому человеку задевать вас, является как раз-таки приведение своего внутреннего ощущения в гармонию так, чтобы человек не мог своими словами никак вас задеть. Чтобы вы не сомневались в себе, когда речь заходит о каких-то вещах, которые у вас по той или иной причине вызывают сомнения. Это первый момент. Это первый важный аспект. Подумайте, постарайтесь понять, что вызывает в вас сомнения, и постарайтесь наметить в себе определенную стратегию, определенную цель, определенные задачи для того, чтобы эти сомнения услышали. Ну, то есть где-то действительно вам стоит измениться, где-то действительно стоит стать лучше, как-то прогрессировать, как-то развиваться. Но тогда, если вы сами делаете то, что находит ослик у вас в душе на реакцию других людей, они будут меньше на вас влиять. Далее, разобрав с вами некий объективный фактор, мы теперь обратимся к тому фактору субъективному, который касается людей, которые вас пытаются осуждать, которые пытаются вас поучать. Ну, вообще говоря, люди, которые это делают, они делают так вообще со всеми. Это нужно понимать. То есть для них вы всего лишь объект приложения их энергии. Для них вы объект реализации своих собственных потребностей. Это потребность, если люди вас получают и осуждают, это потребность в самоутверждении. Ни один человек, ненуждающийся в самоутверждении, не станет другого человека осуждать, не станет другого человека поучать и так далее. Тем более, как я понял, настойчиво, тем более, как я понял, без какой-либо привязки вообще к желанию другого. То есть, да, можно высказать свое мнение по какому-то вопросу. Можно выразить конструктивную критику относительно того, что происходит. Но если человеку это не нужно, то субъект критики, субъект такого мнения, он отнесется к этому с пониманием и везливо скажет, хорошо, простите, я больше не буду об этом говорить. И если человек продолжает, значит, ему это нужно. По какой-то причине он сам в этом нуждается. И когда вы видите настойчивую критику, когда вы видите настойчивое, я бы даже сказал, наглое желание осуждать и критиковать, вот именно тогда можно говорить о том, что человек проецирует на вас собственные желания. И это, в свою очередь, значит, что человек получает и критикует не вас. Человек через вас пытается привести свой внутренний духовный мир в гармонию. В ту гармонию, которая сама для него является наиболее возможной, наиболее реальной. Заметьте, неприемлемой, а реальной. То есть та гармония, которой человек может реально достичь, исходя из своих средств, исходя из своих возможностей и так далее. И именно поэтому человек и занимается поучением и осуждением. Он нуждается в самоутвержении, он нуждается в возвышении самого себя, он нуждается в том, чтобы оккупировать свою неуверенность в себе. Может быть, одиночество, может быть, потребность во внимании, что-то еще, но у него нет других средств, кроме как осуждать и поучать. И уже его проблемы заключаются в том, что он не видит других средств. Но эта проблема, скорее, проблема ограниченности такого человека. И поскольку это проблема ограниченности такого человека, но не ваша проблема, не ваша личная проблема, то и воспринимать ее как воздействие непосредственно с вами нельзя. При воздействии непосредственно с человеком всегда учитывается его мнение, учитывается его желание, учитывается его стремление, его цели и так далее. Если в диалоге, в разговоре, во взаимодействии мнение одного не учитывать, значит, это происходит исключительно в интересах одного человека. И это означает, что такой человек общается, разговаривает, взаимодействует сам с собой, но через другого человека. То есть, по-четому, если он буквально, в смысле будет один на один с собой, это будет уже слишком глупо, слишком эксцентрично, и для этого требуются определенные условия, для этого требуются определенные способности у человека, которые есть далеко не у каждого. А вот через другого реализовывать какие-то свои желания и ботенцы очень даже легко. Что человек, собственно говоря, и делает? И вот об этом вам забывать не стоит. Я понимаю, что сложно, я понимаю, что иногда есть эмоциональная вовлеченность, но как бороться, как снижать эмоциональную вовлеченность, мы с вами уже говорили. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если делаете его лучшим. Желаю вам всего доброго.